Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, сегодня 25 марта, блоки из Перми, опалит в КГБ, Бессонов Алексей Борисович. Ну, да, вот сегодня страна обсуждает, и траур вчера был по поводу погибших людей, низкий поклон и соболезнование мирным людям, которые пришли посмотреть фильм, концерт, погибли. Ну, здесь удивляет вот что, ну, если вы думаете, что террористы обладают какими-то супернавыками, там, что-то у них там просчитано, и ФСБ, которые там проводят какую-то сложную интеллектуальную работу, вы ошибаетесь. Сегодня развалено и примитизировано абсолютно все, ну, не секрет уже, когда мы прошли страшную войну в Чечне, как вот, что такое были, допустим, там, война в Чечне, что такое были допросы в Чечне, да, когда у каждого РУВД, там, как пишут правозащитники, вот, ну, газета пишет там, чуть ли не по кладбищу и так далее, то есть, избиения массовые и так далее. Ну, и сама по себе спецслужба, которая участвует в гражданской войне, она разрушается. Ну, в этом плане, конечно, при Андрополе не надо ровнять КГБ, где все-таки в основе стояла законность, образование, и Андрополу надо создать должное. Он создал в системе образования КГБ цвет нации, юридической общественности цвет собрал. Эти публика, которая пришла при Ельцине туда на ФСБ, ну, это, это негодяи просто. Отпетые негодяи, мерзавцы. И, ну, я уже объяснял, что вот они, собственно, без труда нарушали законность, фактически на полнародном месте, не понимая, что не будет им ничего. Ну, и мой случай, когда при помощи бандитов выселяли наших же сотрудников, причем наша же, дочка нашего сотрудника, она выросла на наших глазах, инвалидом осталась. Меня ранили, я начал писать жалобы, что, ну, что, с ума подсходили, что ли? Ну, так же нельзя выселять, даже пускай и бывших сотрудников, но есть же законность, покушение на убийство, и разбой, и вооруженные. Не наплевать, в психушку посадили. Поэтому я хочу сказать, что удивляет, что, во-первых, если даже допустить, что это были именно те террористы, которые стреляли, то, в общем-то, удивительно, они за три часа проехали почти 300 километров, да, то есть беспрепятственно покинули. Ну, и потом показывают, как их допрашивают, они все избитые, у одного уха отрезана, у другого. Ну, то есть, я не знаю, как это, как их задерживали, так сказать. Но даже если допустить, что это было задержание, конечно, террористы не люди, и они должны быть уничтожены при определенных условиях. Но в данной ситуации, если у нас 26-я статья, есть превышение должных полномочий, если вы задерживаетесь, сбивая там, так сказать, нанося удары неустановленным лицам, неизвестно, террористы они. Может быть, откликающий момент это был, да, может быть, специально пустили вторую машину, так сказать, людей, чтобы увести их от реальных нападавших. Такой вариант. Тоже нельзя отключить. Но в любом случае, при задержании, с точки зрения теории права и законодательства, с точки зрения, вы не имеете права избивать, наносить удары. Нет, конечно, если там вооруженное сопротивление, то согласен. Но если не оказывается сопротивление, то избивать, то здесь превышает должность полномочий, тяжкий состав. Ну, понятно, что для руководства ФСБ, для этого законодательства это, знаете, волейникой вообще не играет, потому что они превратили страну давно в уголовный куток. И я вижу их здесь провинциальные четырехмесячные курсы. Ну, гражданский человек закончил, как и Путин, четырехмесячные курсы обмолочного оперативного состава КГБ. Естественно, что он знает все. Это же, ну, это же прирожденный чекист, сама хитрость, сама, так сказать, и так далее. Ну, и как они ведут себя на допросах. Избивают граждан, издеваются и в наглу, так сказать. Ну, это вот вследствие того, что такая публика, к сожалению, сегодня там окопалась, такая руководитель. Я хочу сказать, что, ну, террорист-преступник, но у преступника тоже есть законодательство и доказательства, с точки зрения права, теории права, мы говорим о теории, полученные при нарушении закона, они ничтожны. И в суде, если будет адвокат, нормальный адвокат, ну, понятно, что по таким делам особое производство судебное, он скажет, что вы исключаете доказательства, данные моим подзащитным в период его задержания, порядке, там, 90-й, потому что его избивали, наносили удары, он не сопротивлялся от показаний его, так сказать, тоже от других подсудимых, его показания и так далее. По этим суделам не предусмотрено. Суда присяжный, там судья. И с точки зрения теории права, буквы законные, эти доказательства должны быть исключены, потому что они получены незаконным способом. Ну, понятно, что этого не будет, но это теория. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вообще вот этот выход спецслужбы за рамки права, правовой системы, это всегда показатель того, что неэффективности и малообразованности сотрудников. Почему? В законе достаточно для сотрудника сил, средств, правовых механизмов, чтобы все сделать в строгом соблюдении законодательства. Никого не надо избивать, никому не надо... Понятно, что в военных действиях там где-то что-то... Ну, и то, это, так сказать, насилие не может быть нормой и так далее. Но, к сожалению, сегодня руководство ФСБ довело это все до уровня примитизации. Они запросто ко мне залезли в квартиру, ну, понятно же, что я все знаю. Понятно, что надо залезть, но надо подумать, что я же все-таки не вчера родился, и могу определить, поставили мне жучки или не поставили, а им наплевать. Ну, я, кстати, жалобу написал прокурору, но понятно, что прокуратура ничего не будет проверять. А они и радуются, что можно и так далее. Также пришел в ФСБ, сдал телефон, они залезли мне в телефон. Я говорю, ну, имейте совесть, ну, испортили там мне половину, пришлось все это перепрошивать. Ну, я что, так сказать, я же ни деньги не ворую, в отличие, но все они занимаются бизнесом. Я вот, один бывший начальник у нас в ФСБ тут работал, весь бизнес бегал. Когда он, говорит, уйдет? Не знает, потому что обложил, как я, полагаю, возможно. Что обложил тут всех там и так далее. Ну, то есть, вот в такой стране мы живем, поэтому отсутствие знания законодательства, образования, жизненного опыта, отсутствие преодоления каких-то, прохождения каких-то институтов, которые сотрудник должен проходить сам, в строю стоять там где-то, ну, все это порождает, вот то, что мы порождаем, да. Но тем более, что американцы предупреждали своих граждан, что возможны теракты, видимо, ну, скорее всего, я полагаю, что, возможно, это ИГИЛ, потому что мы ведем борьбу там и в Сирии с активными исламскими движениями, и нельзя исключать, что и дальше будет повторяться, потому что это религиозная война, и полно фанатиков, и, так сказать, и так далее. Но, еще раз говорю, при этом должна быть соблюдаться буква закона. Вот в чем смысл моего выступления. К сожалению, ну, системы безопасности, это не мясники на улице, да. Я рассказываю, вот был когда теракт в 77-м году, и армянские националисты взорвали утятницу в метро, погибли люди. Во-первых, замначальника ФСБ по транспорте, герой войны, генерал-лейденант, все это абсурдно, был приговорен к трем годам лишения свободы. Андропов никому ничего не прощал. То есть не издевался ни с кем, как эти вот мерзавцы. Психушки сотрудников не бросал, которые требовали соблюдения законности. Но, тем не менее, прошел взрыв, и он получил три года. И реального срока он отсидел три года, хотя был ветераном войны, так сказать, и так далее. А что сегодня ответил? Кто из руководства ФСБ ответил за то, что за развал полной системы безопасности, за то, что, так сказать, страна, что называется, искупалась в этом терроризме, так сказать, в крови и так далее, в беззаконии, все, что на выборах творилось, посмотрите, что с мафией творилось, здесь преступность организованная, которая фактически захватила все отошли экономики и так далее. Ну, никто же за это не ответил. Они же прекрасно понимают, что им ничего не будет. Что бы они ни делали, у них один вождь, один бог, это президент, а дальше все остальное. Ни прокуратуры нет, это ненормально. И да, армянских террористов нашли, но как нашли? Там же была проведена огромная-огромная работа, и, так сказать, по обрывкам газет, которые там, и так далее. И причем оказалось, что один из террористов армянских был незаконно осужден райотделом там, в Армении. Подняли это дело, осудили сотрудников полиции, которые незаконно привлекли к его к уголовной ответственности. Но безопасность, еще раз говорю, это не улицы, там есть все в законе, чтобы делать все в соответствии с законом. Оно не издевается над законодательством, оно его соблюдает, понимаете? В этом и есть сила, без формальной института. Был осужден, да, он был расстрелян потом, тихотейшее преступление, но, так сказать, буква закона была соблюдена. И потом, значит, начальник УФСБ на транспорте был приговорен к трем годам, больше террорактов не было у нас с 1977 года. Не было, потому что, ну, были соответствующие меры приняты и так далее, то есть на стадии приготовления уже все это пресекалось там. Ну, а сегодняшнее, видите, то есть они захватили, причем, ну, хватает наглости показывать абсолютно избитых. Ну, конечно, не террористы, возможно, я не говорю, вина их не установлена, я полагаю, что как вариант нельзя исключать, что просто дворников нашли каких-то, посадили в машину, чтобы увезти след. Такой вариант тоже нельзя исключать, ну, и показывать абсолютно избитых людей, задержанных и так далее. Ну, вы знаете, ну, я думаю, что прокурор бы, конечно, принял какие-то меры реагировать, но, к сожалению, у нас и прокурорская система вся разрушена. Ну, это не делает, ну, это не красит ни одну систему безопасности, да, цинизм, беззаконие, пробабилизм. У Гегеля есть такое понятие, когда в праве, в философии права, когда без праве цинизм, беззаконие под видом закона подается. Называется пробабилизм, это ведь неправо. Вот то, что сегодня, безусловно, чештайшие погибли люди, никто не говорит. Ну, еще раз говорю, система безопасности ФСБ, это не дворовая шпана, чтобы, так сказать, нарушать законодательство, избивать граждан, там, издеваться над гражданами, нарушать законодательство, сделать это нормой и так далее. Ну, к сожалению, по-другому вот это руководство оно не может управлять. Как результат, вы видите, американцы предупреждают, видимо, у них какие-то были информаторы в ИГИЛ, что, возможно, теракты, а тем не менее, все мимо уха прошло. Ну, что, сложно, что ли, поставить у крупных центров специальные наряды полиции, все это и так далее. Но тем не менее, в такой стране мы живем. Поэтому Путин, когда рассказывает, он может воевать только, как я полагаю, мое оценочное мнение. Фальсифицировать выборы они могут. Создавать целые отделы под оппозицию, которые на законных основаниях требуют соблюдения законодательства, они могут. А вот проводить что-то реальное, к сожалению, ума, здоровье, воли, знаний у них не хватает. Поэтому, к сожалению, вот так. А мое оценочное мнение, Бессонов Сергей Борисович, опальный сотрудник Комитета государственной безопасности Советского Союза, чем ужасно горжусь, что при Ельцине меня отправили в сумасшедший дом. Это как звание героя Советского Союза. Потому что я не собираюсь укрывать преступления. И преступник, кстати, по тем преступлениям, уголовное дело 05-66-12, сроки давности еще не бывает. Поэтому за ребенка, который ему рядом остался, мою пулю, вы должны нести ответственность. И вы будете нести ответственность, я пишу жалобы прокурору, получаю отписки, как положено. Ну, я, так сказать, что называется, в спящем режиме долбаю, чтобы они не заснули. Спасибо, Ваш Бессонов Сергей Борисович.